Платить за воду по показаниям счетчика в семье Моисеевых начали еще в 2010 году. Разницу почувствовали сразу. В квартире прописано два человека. Значит, по нормативу каждый месяц за холодную воду должны были платить за 15 кубометров. Счетчик же показывает не больше шести. Вот, допустим, за декабрь 2015 года мой счетчик показал, что мы потребили только 5 кубометров холодной воды и 1 кубометр горячей воды. В здании установлен и общедомовой счетчик. От него тоже ощутимая экономия. Конкретно за, допустим, декабрь по счетчику у нас 761. То есть практически потребление холодной воды почти в два раза меньше, чем мы платили по нормативу. Вот такая выгода. Установить счетчики на воду собственников обязали еще два года назад. Но треть россиян до сих пор этого не сделали. Для таких граждан планируют значительно повысить нормативы. В первом полугодии, если человек не поставил прибор учета, а техническая возможность для этого есть, то к нормативу на одного человека будет прибавляться коэффициент 3. Как будто в квартире живут еще трое людей. А после июля – коэффициент 5. В Самарской области с 1 января нормативы для тех, кто не установил приборы учета, повысят только в Тольятти и Кеннеле. В остальных муниципалитетах повышение произойдет либо летом, либо в конце года. Я, конечно, посоветовал бы поставить всем приборы учета в оставшееся время. Так как в Самаре где-то порядка 60% всего лишь установлено приборов учета, чтобы не создавать вот этого ажиотажа, перенесено время принятия решений и по повышению этих нормативов на январь 2017 года. Повышение не коснется тех жителей, в квартирах которых технически невозможно установить счетчики. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.